Думаю о победе. Думаю, что я буду первой, что мне нужно всех обогнать. Мне нужно руки вытягивать быстрее и касаться бортика. Быстрее, чем твой соперник. Готовит будущих чемпионов хрупкая Варвара Шинина. Кандидат в мастера спорта по плаванию. Говорит, вода и закаливает, и улучшает физическую форму, и дарит прекрасное настроение. Болевые качества в любом случае воспитывают. Это приучает детей к спорту, к какой-то дисциплине. Дисциплина очень хорошая получается. Дети заняты, чем-то заняты, что не на улице гуляют. С горящими глазами идут на тренировки, радуются, плавают. Пока одним покоряются водные стихии, другие соревнуются в меткости и ловкости. На площадке мини-гольфа школьники, вооружившись клюшками, внимательно прицеливаются и загоняют маленький шарик в лунку. Для точного броска юные гольфисты должны сохранять спокойствие и все тщательно взвесить. Я просто концентрируюсь на лунке и спокойно бью. Надо спокойно прицелиться, сделать имитацию, стать ровно. Нешуточные страсти кипели и на футбольном поле. Ребята из 154-й и 149-й школ схлестнулись в спортивном поединке. Один ты ничего не сделаешь, нужно играть за счет командных действий. За счет своих волевых качеств через «не могу» и все. Тогда будет результат. В школе на спортивную молодежь не нарадуются. Ребята не раз занимали призовые места на областных и всероссийских соревнованиях. Вот они у нас с детского садика начали заниматься, соседний садик. И вот до сих пор занимаются и, по-моему, не собираются заканчивать пока. Но это, во-первых, их развитие. Как у них сейчас здоровье заложено, так оно и будет им всю жизнь с этим здоровьем жить. Большой спортивный праздник в 154-й школе прошел накануне Дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Антинаркотический марафон собрал десятки участников. К воспитанию детей и их здоровью в школе относятся с особым трепетом. Работают секции по синхронному плаванию, футболу, хореографии и вокалу. Каждый ребенок занят не только одним видом деятельности, но некоторые занимаются и спортом, и хореографией, например. Или и плаванием, и занимаются в театральной студии дебют. Заняты детей стопроцентно. Детей сейчас в школе очень много, 1200 на 1 сентября будущего года. И я думаю, что каждый ребенок может найти себе занятие в душе. Дети, которые заняты каким-то видом деятельности, кроме образовательной, у них просто не возникает мысли о каких-то пагубных привычках, потому что нет на это времени. Место для проведения антинаркотического марафона выбрано не случайно. Почти месяц назад в 154-й школе представители Департамента образования и ведомств, ответственных за профилактику наркозависимости, заключили соглашение о сотрудничестве. Наша, конечно, первоочередная задача объединить усилия, включить в этот процесс ребят на непрерывной основе. Не просто, скажем так, рассказать на классном часе о вреде наркомании или о последствиях чего-то, а сделать это подход многосторонним. И спортивные мероприятия массовые, развлекательные, и информационные мероприятия, куда вовлекаются в большом количестве волонтеры. За пять лет в Самарской области количество подростков, стоящих на учете в наркодиспансере, сократилось вдвое. Сегодня их порядка тысячи. Если не заниматься профилактикой, цифра может снова вырасти. Чтобы молодые люди могли похвастаться здравым умом и богатырским здоровьем, работа ведется круглогодично. Разработаны планы, которые летом, чтобы у нас дети не остались неохваченными, то есть чтобы с ними постоянно работали. И даже не те, кто ведет какой-то социальный образ жизни детишки, но и те, кто очень хорошо себя зарекомендовали, они тоже привлекаются к участию в этих мероприятиях. Сейчас вот начнутся и в детских домах отдыха, в детских лагерях, пионерских или как они раньше назывались. То есть туда наши сотрудники будут езжать вместе с городской администрацией. То есть тоже там будут проходить такие спортивные праздники и праздники им творческие, потому что там дети будут раскрываться по разным направлениям. Когда антинаркотический марафон завершился, ребятам, показавшим лучшие спортивные результаты, вручили награды.